Хотите приготовить такие шишки? Берем две пачки песочного печенья. Можно классические, можно с вкусом шоколада, с гущёнкой и обычное сливочное масло. Для формирования шишечек нам понадобятся такие ракушки шоколадные. В случае, если у вас есть только классическое песочное печенье, но нет с шоколадом, тогда мы используем какао. Сгущёнка и масло, как обычно. Размельчаем печенье, можно в блендере, если блендера нету, то ложим просто в кулёчек и размельчаем в крошку. Можно это делать сразу в пачке, но имейте ввиду, что пачка будет открываться. Вот мы измельчили. Масло мы растапливаем. После этого насыпаем в большую ёмкость все печенья. Выливаем туда сгущёнку. Вышкребаем прямо всю банку, чтобы у нас получилась та консистенция, которая необходима. После того, как мы вышкребли сгущёнку, мы добавляем растопленное масло. Масло можно остудить. В моем случае у меня не получилось по времени остужать его. Я его налила прямо горячим. Все хорошо получилось. Затем перемешиваем лучше всего лопаткой силиконовой. Перемешиваем все до однородной массы. Белое с черным печеньем должно перемешаться. И получится такая однородная масса. В результате перемешивания я увидела, что у меня тесто жидковато. То есть оно будет слишком жирным. И я не смогу из него сделать формы шишек. Я добавила еще одну пачку 180 граммов светлого песочного печенья. Затем формирую такие шарики. Примерно 2 сантиметра. И предварительно высыпав себе в тарелочку шоколадной ракушкой, формирую шишку, начиная с верхушки. В верхушке я складываю вначале 3 ракушки вместе. И затем собираю в шахматном порядке. При сборке можно немножко нахлёстывать тело на ракушку, так, чтобы она лучше фиксировалась. Также во время сборки самой шишки можно немножко регулировать форму, потому что она будет деформироваться по мере того, как мы вставляем туда кусочки ракушек. Ну вот мы видим, как уже формируется шишечка. Осталось совсем-совсем немножечко. И наша шишка будет готова. В дальнейшем я вам могу показать, как из этого теста сделать подобие шоколадной колбаски с очень вкусными добавками мармелада и других вещей. Но в случае с шишкой нам нельзя использовать ничего, потому что будут твёрдые места, и мы не сможем туда вложить ракушки. Поэтому мы используем просто тесто из печенья, всгущёнки и масла. Вот такая шишечка у нас получилась замечательная. Вот такая она красотулечка. Вот мы уже сделали несколько шишечек разного размера. Обратите внимание на попочку шишки. Она выглядит прям как настоящая. Вот так это выглядит на торте. Ну что, приятного аппетита! Ставьте лайк за просмотр!